Собственно, как начать строить процесс рекрутинга в компании и процесс именно рекрутинга такого, чтобы он соответствовал культуре компании. Опять-таки, я думаю, что эти советы, они применимы в любой компании вне зависимости от размера, от стадии, от того, на какой стадии вы присоединились к компании и вообще присоединились ли вы, а может быть, вы год работали и сейчас просто хотите что-то изменить. Пайпдрайв — это такой хороший пример того, как все было изначально организовано очень правильно, да, то есть фаундеры сами пришли с этими ценностями к команде и сказали, вот, ребята, вот это наши ценности, вот эта ценность означает то-то, 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 и мы видим вот так-то, так-то, так-то. Скажем, вот в Printify, где я сейчас работаю, у нас нету до конца сформулированных ценностей. Поэтому работать с этим, скажу, довольно сложно. Почему их нету сформулированных, есть несколько исторических причин, к которым я не буду сейчас углубляться. То есть есть как бы общее понимание, что мы делаем, почему, зачем, как бы вот Mission Vision. Есть понимание как бы профиля, да, там вот идеального cultural fit Printify, но оно довольно-таки размытое, поэтому мне пришлось довольно плотно и много работать с командой фаундеров, когда я пришла. И как бы это тоже вариант развития событий, которые нужно учитывать, когда вот прям прописанных ценностей нету. И я считаю, что не HR должен приписывать эти ценности все-таки фаундера. Собственно, с чего начать строить понемножку процессы, собственно, выяснить цели, да, скажем, масштабы компаний, которые планируются, в каких департаментах, какой будет у нас хайринг-план и так далее. Ожидание от вас и от кандидатов, от сотрудников, прошлое удача и разочарование, да, то есть тот процесс, который был до вас или ваш прошлый процесс, он, возможно, в чем-то был успешным, возможно, в чем-то неуспешным. То есть важно понять, какие были плюсы и минусы в этом, этого процесса. Замейтесь командным спортом, да, я всегда говорю клиентам, компаниям, рекрутерам, всем, с кем я работаю, что я не считаю, что рекрутинг — это ответственность рекрутера. Я считаю, что рекрутинг — это ответственность всех людей, которые вообще увлечены в рекрутинг-процесс, да. Потому что HR и рекрутинг — это поддерживающая функция организации, но HR или рекрутер, он не раздает команды, кого нанимать, да. Он максимально поддерживает хайринг-менеджеров, фаундеров с тем, чтобы нанимать правильных людей в компанию. Поэтому, да, опять-таки, на примере Printify мне было очень важно сесть и проработать с фаундерами, что хотя у нас нет прописанных ценностей, но нам очень важно понять, какие характеристики должны быть у людей культурные, которых мы нанимаем. Почему именно эти, как они будут отображаться, как вы будете принимать решения насчет кандидатов, да. Какие у вас, ваши истории были решения, когда вы, не знаю, увольняли людей по каким-то принципам и так далее. Поэтому, как бы, вот проектирование на команду и объяснение, что, как бы, мы в этом вместе, да, что это наша, как бы, командная задача — нанять правильных людей. Я считаю, что этот подход, по его обозначить сначала, очень-очень важно. Об учете хайринг-менеджеров рекрутингу вот прям с АЗОВ я здесь написала очевидное невероятное, потому что все, что для меня было раньше очевидно, оно для большинства хайринг-менеджеров, с которыми я работала, оказалось прям вообще невероятно. То есть нужно прям было проговаривать, что перед интервью мы просматриваем CV кандидата. Мы просматриваем всю информацию, которая у нас есть про кандидата там от рекрутера, да. И на самом деле даже вот сейчас, когда, возможно, это такой пример суперочевидной вещи, но даже сейчас я иногда делаю аудиты компаниям их рекрутингов, их процессов, и когда я работаю не с рекрутерами, когда я работаю с фаундерами, с хайринг-менеджерами, там, с директорами департаментов, мне странно, что вообще меня просят объяснить вещи, которые для меня настолько понятны, но, с другой стороны, они для меня понятны, потому что 10 лет я уже нанимаю людей, да, а эти люди, как бы, найм-людей, это просто как бы одна только там небольшая частичка их работы, и поэтому очень важно все мелочи проговаривать. Да, проведите несколько собеседований вместе с вашими хайринг-менеджерами и обсудите результаты, я думаю, что здесь очевидно, почему это важно. Организуйте тренинг по собеседованиям. Во всех компаниях, в которых я работала, я проводила тренинги, как собеседовать людей, и здесь тоже, на самом деле, это очень сплочается с командой, скажем, инжиниринга, если вы хайрите для них, да, то есть это дает вам возможность максимально показать, как вы видите процесс собеседования, как вы видите кандидатов, и немножко понять, как они это видят, тоже позволить им задать вам вопросы. То есть мне очень-очень тоже помог этот подход. Сделайте профайлинг ролей, то есть это более подробный профиль каждой роли, для которой вы нанимаете, об этом поговорю чуть позже. Если мы говорим про азы для хайринг-менеджеров, да, то на самом деле мой подход, что для каждой роли должен быть один хайринг-менеджер, когда там вся команда, это хайринг-менеджеры, непонятно, чья ответственность, там смотреть CV, которые там проскринины рекрутерам, да, и так далее, то все это становится очень расплывчато, и все это очень сложно менеджить. Делайте выделенный канал коммуникации кандидатов, то есть это может быть там канал Slack, это может быть какой-то, я не знаю, там еще чат, где вы пользуетесь, это может быть, собственно, в вашей АТС-ке вы договоритесь, что там вы сохраняете все комментарии, но я бы все-таки советовала в каком-то корпоративном мессенджере сделать отдельный канал. Хотя бы на одном из собеседований должно присутствовать два человека, чтобы максимально снизить какое-то очень субъективное мнение о кандидате, и чтобы как бы была возможность обсудить, да, как с партнером результаты собеседования и то, как кто что видит. Научить и готовиться перед собеседованием, да, то есть важно просмотреть там тестовое, если у нас есть готовое тестовое, важно просмотреть резюме, важно просмотреть там портфолио и так далее. Подготовьте вместе историю о компании, да, то есть договоритесь, как вы рассказываете о компании, как вы представляете компанию, какие данные вообще публичные о компании, да, может быть, компания не хочет говорить, какие у них там была там прибыль за прошлый год, может быть, это какая-то конфиденциальная информация. Пообщайтесь с кем-то там из пиара, из маркетинга, чтобы понять, насколько можно эти данные вообще говорить кандидатам, и если можно, на самом деле, если эти данные довольно-таки хорошие, то будет очень круто, если вы их озвучите. Вот, и, допустим, если вы проводите первое собеседование вместе с хайринг-менеджером, допустим, это был мой вариант в пайп-драйве, то я думаю, что здесь важно определиться, кто рассказывает какую часть о компании, то есть я рассказывала больше какие-то общие факты о компании, а, скажем, мой партнер рассказывал больше об инжиниринге, например. Научите оставлять фидбэк, да, в ATS, даже если ATS нет, найдите хоть какой-нибудь любой файл, где оставлять фидбэк, хоть на коленке, хоть в блокноте, хоть как-то, но, понятное дело, ATS — это наше все. Сделайте удобный scorecard, чтобы не занимало очень много времени его заполнить, и чтобы по виду scorecard можно было понять, продвигаемся ли мы дальше с кандидатом. И определите KPI для каждого шага в процессе, особенно если команда, как бы, да, кроме говоря, тупит и медленно рассматривает кандидатов, то скажите, что от момента, когда я проскоренела кандидата до момента, когда вы просмотрели его профиль, должно пройти, там, максимум два дня, скажем, да. У меня были такие прямо вот стычки с hiring-менеджером на пепдрайве, когда там они были завалены. Говорила, что так, ребят, если вы в течение трех дней не рассматриваете тестовый кандидат, я просто его отклоняю. На самом деле я писала кандидату, что там, да, у hiring-команды нет сейчас времени рассмотреть и так далее, очень-очень сори, мы к вам вернемся и так далее. Но я максимально старалась жестко объяснять hiring-менеджером, но мне это помогло. Продолжение следует... Продолжение следует...